Эта история из жизни произошла прошлым летом. В тот год сильно переболел мой уже взрослый сын, так что летом мы отправили его в санаторий на юг. Туда он уехал на поезде, а обратно его должен был привезти я на машине. Был повод на несколько дней уехать из города и покупаться в тёплом море. Со мной увязалась невестка. Ну и ладно, мне не жалко, да и дорога покажется покороче. Честно говоря, девушка нам досталась не совсем обычная. И где только Максим её нашёл? Хотя понятно, где, в институте. Девица приехала из какого-то захудолого городка и решила всеми правдами и неправдами остаться в столице края. Мы с женой отговаривали сына как могли, но тот уперся лбом, не хочу учиться, а хочу жениться. Ладно, хлебнёт лихо, а потом либо девушка остепенится, либо молодёжь разведётся. Тут надо сказать, что семья у нас очень обеспеченная. Я имею собственный прибыльный бизнес, жена тоже неплохо зарабатывает. Живём мы в просторном собственном доме, так что с новообразованной семьёй встречаемся только по выходным. Как и чем они там живут, их дело. Но что-то меня немного унесло в сторону. Короче говоря, ранним утром мы с Юлей загрузились в машину и отправились навстречу тёплому морю. Моя супруга предпочла остаться в городе. Дорога была не то чтобы совсем пустая, но и в пробках нам стоять не пришлось, так что катили мы довольно лихо. За время пути мы разговорились, и мне пришлось кардинально поменять своё представление о девушке. Она прекрасно знала, чего хочет добиться в этой жизни, и наметила несколько путей для достижения желаемого результата. И, кстати, замужество было не единственной ступенькой, на которую она к своим двадцати годам уже успела взобраться. Помимо целеустремленности девушка обладала хорошим чувством юмора, была умна и начитана, обладала удивительным свойством вовремя перестать болтать. В общем, идеальный спутник для долгой дороги. Заночевать мы решили в небольшом придорожном отеле, ночью я ездить не люблю, а финансы позволяли устроиться с максимальным комфортом. Мы даже успели немного прогуляться по окрестностям и поесть мороженое в небольшом кафе. Номера нам дали смежные и, как потом оказалось, с сюрпризом. А пока я принял душ и с удовольствием растянулся на прохладных простынях. В голове все еще звучал шум двигателя, тело немного покачивалось, а голова покруживалась. Постепенно усталость взяла свое. Снились мне какие-то легкие сны, будто бы я снова молод и силен, не то чтобы я ощущал себя разваленной, но сорок пять лет, все-таки солидный возраст. Постепенно до меня стало доходить, что я как бы и не сплю, а прилив сил ощущаю от присутствия рядом гибкого девичьего тела. Юля сидела на кровати в тоненькой ночнушке, свет лился из проема стены. Там оказалась запасная дверь, соединявшая наши апартаменты. Честно говорю, я пробовал возразить против такого приятного соседства, но сильные ладошки уперлись мне в грудь, заставляя лечь, а губы завладели моим ртом.